Я должен сообщить, что сегодня к нам приехала делегация Российского исторического общества и мы приветствуем Константина Ильича Могилевского, который является председателем правления Российского исторического общества и исполнителем, директором фонда История Отечества. Прошу вас, Константин Ильич, сказать слово нашей конференции. Спасибо большое, уважаемый Аня Борисович, уважаемые коллеги. Я, конечно, в первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов конференции, всех, кто собрался здесь для того, чтобы поговорить об этом важнейшем историческом событии. Знаете, есть, наверное, у любого народа такой набор событий, явлений, исторических памятных дат, о котором люди помнят и которые, в принципе, и создают то, что называется нацией. И вот пока мы помним, до тех пор есть народ, и до тех пор у народа есть будущее. И без сомнения история и Ашаканской битвы, и в целом русско-персинской войны, завершившейся туркомачайским миром, она относится к этому перечню, конечно, и для Армении, и для России тоже. Ашаканская битва, которая произошла 195 лет назад, событие, конечно, удающееся для русской военной истории. Конечно, это пример такой невиданной храбрости, отчаянной храбрости, самопожертвование, когда русские войска вместе с армянскими ополченцами смогли, выступая против десятикратно превосходящих сил противника, выполнить задачу. Можно ли говорить о победе Ашаканской битвы? Интересно, если послушать ваши точки зрения, это в любом случае, конечно, если и победа, она такая не классическая. И, собственно, разгромить врага, обратив его в бегство, наверное, невозможно было. Такими силами нам памятна всем история горских спартанцев, которые в войне с теми же персами, только раньше, отстояли фермопилы, но они оборонялись, оборонялись в условиях, кстати, очень подходящих для обороны. А здесь приходилось двигаться вперед, двигаться вперед по ущелью, которое было насыщено врагом. Когда Красовский принимал решение идти, поступать теми малыми силами, которые у него были, не ждать подкрепления, он шел для того, чтобы спасать монастырь, спасать Святой Чемиотел. И саму святыню, и тех людей, которые там выходились, как армян, так и русских, в том числе, больных, раненых. И это был, конечно, отчаянный шаг. Но чего они не понимали, что десятикратное превосходство и рельеф не в пользу русской армии. И вот они пошли по этому ущелью, где и с одной стороны, и с другой, и сзади, и спереди, и, собственно, на возвышенностях находились персы, и они пробились, потеряв фактически половину чистого состава. Поэтому эти люди, герои, и необходимо помнить о них. И очень благодарен Борисовичу за то, что у нас сегодня была возможность возложить цветы и к памятнику погибшим в Ашаканской битве и к могиле Католикоса. Это сюжет, который нуждается в серьезном научно-историческом изучении. Я думаю, что сегодня мы тоже обсудим, и что Карен Гамлетович расскажет о том, что делается. Но вот в российской историографии, в русскоязычной, ну, знаете, практически пусто. Если мы возьмем и современный, и советский, и даже досоветский период. Ну, что есть? Есть пятидомник вот об этой войне, да, он носит такой описательный характер. Это не документальная публикация, ну, тем более, это не монография. Ну, вот, за последние 20 лет, ну, вот, может быть, одна статья в русскоязычном сборнике, больше нет. Мне кажется, в этой связи юбилей, предстоящий большой юбилей 200-летия, неожаканской битвы, и в целом Туркмачайского мира, он должен вот как-то дать импульс для развития научных исследований тоже. Потому что документальная база есть, и в Российском государственном военно-историческом архиве документы хранятся. Поэтому, я думаю, что, может быть, нам стоило бы подумать о создании документального сборника, и, может быть, кто-то возьмется из молодых людей, из аспирантов, из диссертацию по этой теме, потому что вот как раз время есть, и в 200-летии вот это все сыграло. Нам не хватает современных, научных, выверенных знаний о тех событиях. Это надо хорошо понимать. У нас есть народная историческая память, у нас есть описательные материалы XIX века, мы владеем, в принципе, этой информации, но современная историческая наука ушла далеко вперед, и мы можем прошлому задавать другие вопросы, новые вопросы можем задавать и получать новый ответ. Я бы этой возможностью, конечно, воспользовался. Ну, и говоря несколько слов в общем, конечно, в истории, все мы знаем, бывало всякое. И недобросовестные интерпретаторы истории или прямые фальсификаторы, они способны, даже не перевирая факты, подобрать такие примеры, которые, в принципе, исказят весь исторический процесс. Профессиональные историки, ответственные историки говорят о долгосрочных процессах, говорят о тенденциях. И мне кажется, что вот общие тенденции, которые формируют и нынешнее состояние российско-армянских отношений, отношений между народами, они, в принципе, присутствующим понятны. Вот уже на протяжении столетий присутствие России на Кавказе добавляет региону стабильности, добавляет безопасности. И в этом, может быть, один из главных исторических уроков. Никогда русские не приносили на эту землю разрушения, войны, наоборот, содействовали на миру и стабильности, насколько могли в разные исторические времена. Поэтому я хотел бы, завершая, пожелать участникам конференции успешной работы и еще раз подчеркнуть, что было бы очень хорошо, чтобы наша сегодняшняя встреча дала бы импульс для проведения к 200-летию этих событий, таких серьезных, совместных исторических исследований. Спасибо.